В округе прошли соревнования по мини-футболу и турниру по келе. Спортивные события на стадионе «Свезда» объединили более 300 человек и детей и взрослых. Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. В соревнованиях по мини-футболу участвовало 4 команды. Все игроки – воспитанники Люберецких спортивных школ. Леониду Сальникову – 11. Первый раз вышел на поле в 5 лет. Футболом заболел сразу. К сегодняшней игре команда готовилась серьезно. Футбол чем привлекнул, просто уже не помню. Кричитя, например, допустим, тот же. А эта игра, ну, довольно хорошо. Кшору проигрывали 2-1, а сейчас уже 2-0 выигрываем. Поэтому можем взять сейчас золото. Пока юные футболисты борются за первое место, на основном поле стадиона проходит турнир по келе. Играть можно и руками, и ногами. Основная цель игры – занести мяч в зачетную зону противника, которая находится за одной из линий игрового поля. Пошло, пошло, пошло! Это работает! Турнир по келе в округе проводят впервые. Его организовала Федерация традиционных видов спорта «Двуглавый орел». Участвовали команды из Москвы, Рязани и две из Люберец. Традиционные русские виды спорта – это как раз наша, так скажем, и вотчина, и то, что мы пытаемся делать и развивать. Кела, в общем-то, это древнерусская забава. Это еще в Новгороде Великом так забавлялись, так скажем, и крестьяне, и бояре. Через века это пришло к нам, естественно, какие-то правила разработали. И сейчас вот эту народную забаву немножечко переводим, так сказать, в ранг спортивной игры. Константин Гудков обводить соперника и забивать голы умеет с детства. Научили в Люберецкой футбольной школе «Звезда». Навыки, приобретенные на тренировках, пригодились и в игре в келу. Я думаю, что кела потруднее все-таки. Потому что здесь, как если, может быть, вы заметили, у нас часто замены происходят. Очень такой динамический вид, потому что поле меньше. Здесь все-таки и ногами играют, и руками. Руками, конечно, все вот эти стандартные формы круглые, они удобнее, чем вот этот элипсоид. Надо бегать, надо немножко найти элементы борьбы, потому что есть как бы вот эти вот стычки с соперниками. Команда «Наш дом» одержала победу над всеми соперниками. И в очередной раз подтвердила, что Люберцы – территория спорта. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.